Российский стартап создает интеллектуальные системы сбора отходов. Их ключевой элемент – станции для мусора или просто урны. Каркасы большинства деталей – металлические, конструкция антивандальная. Снаружи простой шкаф, внутри наполнен высокими технологиями, например, встроенным прессом. Эта деталь опускается прямо в бак для отходов. Он здесь стандартный, хоть и пластиковый, такое давление легко выдерживает. Спрессовать можно большую часть мусора. Исключений – немного, например, стекло. На выходе мы получаем не 100% отходов, как обычная урна, а половину из них мы делаем вторсырьем, а вторую половину уменьшаем в пять раз. При том, что коэффициент сжатия, например, нашего пресса – 8. Но при средней морфологии получается 4-5. Ну, это значит, что смешанные отходы, которые не подлежат переработке, уменьшаются в 4-5 раз. А значит, позволяет владельцам таких систем экономить, ведь в России сегодня стоимость вывоза отходов зависит от их объема. Также урны помогают сортировать мусор и передают информацию о том, насколько они заполнены. А значит, и грузовики приезжают только тогда, когда это действительно необходимо. Специальное программное обеспечение – тоже разработка стартапа. Контейнеры еще и заработать позволяют. Например, на показе рекламы. Экран предусмотрен конструкцией. Датчики, оборудование для отправки данных, лампы, подсветки. Электричество для всего этого дает солнечная панель. Она встроена прямо в крышку. Ну, а при необходимости систему можно включить в стандартную городскую сеть. Урны даже качество воздуха могут контролировать. И, конечно, его температуру. При ниже минус 10 по Цельсию электроника отключает пресс, чтобы ничего не сломалось. Стартап работал над системой более четырех лет. Ее можно встретить уже в нескольких российских регионах. В том числе и в Москве. Пользователи привыкают к сортировке. Урну, которая именно идет на бумагу. Выброшу сюда бумагу. Вот у меня пакет с бумагой как раз таки есть. Выброшу туда бумагу. Вообще, да, я считаю то, что сортировка мусора – это важно, потому что, ну, как бы это все равно потом перерабатывается. И легче упростить задачу, а не все комком разбрасывать. Стартап представлен как на российском, так и на мировом рынках. Сотрудники уверяют, интерес к продукции есть. Да и конкурентов всего несколько компаний. По крайней мере, пока.